И начинаем наш вебинар, который называется «Работа с возражениями в активных продажах. Профилактика отказов». Мы сегодня будем говорить о том, как не доводить до греха, как сделать так, чтобы в процессе переговоров возражения клиента в принципе не были озвучены. А если, даже если и озвучиваются, то превращались в некие вопросы по существу на уточнение и в глубину. Так, сейчас мы учимся переключать эти слайды. Олег. А, все, я переношел. С какими отказами и возражениями встречается каждый продавец, особенно в сегменте «И-ТУДИ». Нам этого не надо. У нас уже есть поставщик. Я подумаю, у вас слишком дорого, подозрительно дешево, у конкурентов лутца, нет времени, нет денег, позвоните через полгода, надоели своими предложениями, достали вообще. Работаем с вами, работали с вами, не понравилось. Мы о вас не слышали. И слышали о вас плохое. Друзья, если вы с этими возражениями встречаетесь в периодической работе, тоже отсигнать и в чате поставьте «Да». Можете сразу, там, и чем больше восклицательных знаков, тем больше возражений вам встречается из этого списка. Важно. Мне хотелось бы работать сейчас с тем запросом, который для вас актуален. Так. Эти возражения актуальны только для Светланы, я правильно понимаю. Значит, мы переходим в режим индивидуального коучинга для Светланы, все остальные могут с этого вебинара сейчас выходить спокойно. Для вас программа не актуальна. Окей. Мы сегодня будем говорить о профилактике. Как обратить возражения в пользу продавца? Будем говорить о так называемых основных убедителях. О каких еще действиях, кроме аргументов логических? Какие еще действия мы можем предпринять, чтобы переубедить клиента? Очень коротко. Я тренер и консультант по ораторскому институту и организации умных продаж. По обоим этим параметрам скажу 120 лучших российских тренеров. По продажам рейтинг делал salesportal.ru, по ораторскому институту известный портал hubspeakers.ru. Сам я себя ни в какие рейтинги не включал. Эти рейтинги настоящие честные, неоплатные, бесплатные. Веду передачу об умных продажах для скидок на MediaMet XTV. Каждые 4 в 9 утра, смотрите, уже около 80 выпусков выпущено. Вышло за 2 года сайт UrbanSeph.info, почта, телефоны и так далее. В сфере своих компетенций, которые редко кто может воспроизвести, я бы отнесу такое. Могу помочь вам повысить продажи без скидок. 30% за два месяца. Создаю скрипты продаж, которые в принципе не вычисляются клиентам. Новичок, который работает вторую и третью неделю по нашим шпаргалкам. Выглядит в глазах клиента, как профессионал, который понимает специфику, работает в этой компании больше года, с ним легко и удобно общаться. Ну и внедряю новые методы без сопротивления сотрудников по авторской литейной методике. Павел, ну значит за два года. Цикл продажи штука в любом продукте, в любой продаже все-таки близкая к объективной. Ее можно двигать, его можно сокращать, но если вы продаете что-то очень большое, дорогое, сложное, типа и продаете проекты атомных электростанций, да, там иногда цикл продажи длится намного больше, чем два года. Поэтому, извините, не волшебно, там, где возможно. Публикуешь, мои статьи вышли в известных и малоизвестных, но самое главное, в серьезных настоящих журналах, где еще сохранилась редкая легия, где еще есть фильтр качества, а не то, что выложил и забыл. Управление с бытом, корпоративные университеты, управление продажами, Московский клуб предпринимателей, Украина, ВАК, нету, Павел, знаете, просьба. Перед тем, как задать вопрос, задайте вопрос мне, я имею в виду, задайте вопрос себе. Попадает ли тот вопрос, который вы задаете, потребности другой аудитории, а не только вашей. После третьего вопроса, который будет мешать спикеру и другим участникам, я вас забаню. Не обижайтесь. На вопросы по существу, вот действительно важные, которые имеют отношение к теме сегодняшней передачи, простите, сегодняшнего вебинара, я с удовольствием и максимально полно и открыто отвечу. Но если кто-то пришел сюда для того, чтобы попиарить, может быть, сюда или выполнить какие-то другие свои цели, то нисколько не заржавеет, взять и исключить из диалога. Не обижайтесь. Окей. Да, совершенно верно. Так. С 95-го работаю в качестве продавца, консультанта, тренера, отрасли были очень разные, ветеринарные препараты, СМИ, рекламные услуги, кабельная продукция, оборудование, каркасные малонтажные дома и многие другие. В общей сложности сейчас, наверное, насчитывается около 70 проектов, я имею в виду тех, которые действительно срослись и получились, да, не все бывают удачными, и, скажем так, ну, слава Богу, за последние годы я научился отказываться от неудачных на этапе переговоров, потому что там обычно это все достаточно легко просчитывается до того, как взять на себя эту ответственность. Около 70 успешных проектов по организации и постановке отделов продаж. Сюда входили и подбор, замена и оценка персонала, и маркетинговые исследования, и разработка и продаж, постановка рейтинговых стандартов в работу, внедрение новых зарплат, мы занимались когда-то аутсорсингом продаж, проводим тренинги, обучение как для руководителей отделов продаж и коммерческих директоров, так и для продавцов. Среди клиентов ряд как известных вам брендов, так и достаточно большое количество, наверное, около 5 тысяч компаний, малого и среднего бизнеса, которые, по-моему, говорят, вам малоизвестны. Плюс, конечно, вы. Ну, из тех, которые на слуху я храню. Ну что ж, друзья, начинаем вебинар. Собственно, по теме. И о чем хотелось бы сказать. Чаще всего наблюдаю, как менеджер по продажам сначала возражение вызовет, спровоцирует, потом пытается героически с ним бороться. Я не только тренер, который сказал и улетел, а я консультант. То есть мы периодически делаем проекты с коллегами, которые требуют внедрения. То есть с работы 2-3 месяца с компанией. Некоторые компании ведут по году и больше. То есть мы погружаемся в процесс достаточно глубоко. Я регулярно наблюдаю, как трансформируется первый запрос на обучение. Проведите для нас тренинг по работе с возражениями. Это самый частый запрос для тренера по продажам. Но когда ты сделаешь диагностику, выясняется, что, наверное, в 80% случаев можно было возражения отстрелить на подлете. То есть возражения, отказы, жесткие посылания, можно так сказать, иди к черце. Надоел ты мне продавец своими предложениями, чаще всего вызваны не очень, скажем так, грамотной, не очень профессиональной работой руководителя и маркетолога в этой компании. До того, как, собственно, менеджер по продажам ввязался в переговоры с клиентом. Часть этой профилактики может сделать и сам продавец, который звонит по телефону. Несколько подходов я сегодня дам из той сферы, которую может реализовывать сам продавец, менеджер по продаже. Ну, окей. Профилактика. Лечить всегда тяжелее, чем профилактировать. И первый большой блок работы, который я бы рекомендовал выполнять в фоновом режиме, это опросы клиентов. То есть, давайте приведу пару примеров. В свое время ко мне пришел заказ на консалтинг. Позвонили. У нас салон красоты. Москва. Обычно в ноябре у нас подъем продаж, а вот почему-то этой осенью, наоборот, спад. Реско потеряли клиента. Что происходит, помогите разобраться. Приезжаю навстречу. Выясняю ситуацию. А салон находится в очень выгодном месте, Павелецкое, до Кремля километра. Ходовое место. Почему спад в продаже? Может быть, у вас проблемы с падением качества? Вдруг у вас высокопрофессиональные парикмахеры, как ваши мастера салона, спа и маникюра, и макияжа, вдруг резко уволились, и клиенты ушли, потому что качество не устраивает. Нет, вы знаете, у нас вообще текучек нет. С коллективом работаем годами, и действительно высокие профессионалы, все в порядке. Хорошо. А вы потеряли продажи за счет новых клиентов, или вдруг прекратили ходить постоянно? Знаете, вторая ситуация. То есть вдруг резко прекратили ходить постоянно, у нас с притоком новых не очень хорошо, но постоянные, очень лояльны, до этой осени были регулярно ходили, и все в порядке. Хорошо, у вас есть имена, фамилии, отчества, телефоны ваших постоянных клиентов? Вы прекратили ходить? Есть. Вы им звонили, задавали вопрос, почему прекратили ходить? Нет. Ведь это было бы навязчиво, говорит мне заведующий салон. Я себя ощущаю в этой ситуации как в старом анекдоте. Мартышка оказалась, как звери в лесу, решили поделиться, умная направо, красивая налево, посредине стоит мартышка, все никак не может определиться. Обезьяна, чего ты мечешься? Ну что мне, разорваться что ли? Я вдруг понимаю, что я оказался в салоне красоты. Извините, на самом деле я иронизирую очень по-доброму. Я не люблю, и я считаю, что там в реальности этот заведующий салон красоты чрезвычайно умный человек. 7 лет работать в центре Москвы с их жесточайшей конкуренцией, салон красоты в центре Москвы, я думаю, это умный человек, профессиональный, все хорошо. То есть никаких намеков нет. Это просто я с тема привожу и говорю, слушайте, давайте я за эту консультацию с вас денег брать не буду. Вы только обязательно, без искажения, сделайте все, о чем я вас покажу. Откройте CRM-систему, или где вы там ведете базу клиентов. Обзвоните хотя бы человек 30, 40, лучше, конечно, ну да хотя бы 20, да, тех клиентов, которые прекратили к вам приходить. И задайте всего пару вопросов. Здравствуйте, ну например, Марина, вам звонят из такого-то салона красоты, вы давно у нас не были, до того целых 3 года приходили, а тут мы у вас уже третий месяц видели. Что произошло? Может мы вас чем-то обидели? Выслушайте все, что ответит эта клиентка. запишите дословно, ни в коем случае не видоизменяя ее высказывания, всяких интерпотрепаций. И все, попрощайтесь с ней. Хорошо, говорит заказчица, но может быть это будет слишком навязчиво? Может это будет слишком навязчиво? Хорошо, говорит клиент, может быть и навязчиво. Коллеги, с вашего разрешения дайте я раскрою тему, а вы выкладывайте вопросы, но я на них отвечу в конце. Договорились, Павел, я вижу ваш вопрос, будут и про B2B, все в порядке. Просто, если я сейчас буду отвечать на вопросы, будет правда сильно сбивать. Я не смогу вам дать, кто чего отвечал. Договорились, вы пишите, я чат буду открывать раз в 15 минут и отвечать порцией. Так, окей. Так вот, она мне говорит, ну хорошо, обзвоним. Но это будет навязчиво. Да не будет это навязчиво. Скорее всего, клиентки вам скажут спасибо большое за звонок, вы были первым продавцом, кто нас об этом спрашивает. Через сутки созваниваемся. Алексей говорит, мы теперь знаем, почему они прекратили ходить и даже знаем, как нам вернуть клиента. И скажите. Мы обзвонили, человек 25, наверное, у нас процентов 20, достаточно заметное количество с точки зрения маркетинга, что позволяет говорить о том, что результаты опроса становятся валидными, нестаревными. Процентов 20 сказали, что мы просто переехали, мы устроились на другую работу, мы к вам ходили, потому что вы рядом с центром, где я работаю, рядом с офисом. А теперь нам неудобно, поэтому мы нашли другой салон. Хорошо, что вы приняли решение сделать? Да мы обойдем окрестные офисные центры и девочек пригласим к себе на встречу. Хорошо. Это идеальный вариант, скорее всего, очень быстрое решение этой ситуации. И, скорее всего, вы привлечете новых клиентов. Я почувствовал, что тут потерял себя клиента на платный заказ, но похвалил их, поблагодарил за шикарнейший кейс, который они не дали. Вот смотрите, почему это кейс? Вроде бы можно, как я немножко поиронизировал, поначалу сказать, ну уж мы-то, предприниматели из B2B, точно, это решение нашли бы сразу. Какая ерунда, надо было просто позвонить клиенту и спросить, чем, как сказать, почему тот прекратил ходить. Но я протестирую и перепроверю такую вашу мысль, которая наверняка у многих дура. А у вас проводится, насколько регулярно вы проводите в ваших компаниях исследования клиентских предпочтений? То есть, насколько часто, я говорю о системной работе, а не о раз в год из-за штурмовщины, из-за какой-то неудовлетворенности генерального директора, ну-ка быстро звоним клиенту. Нет, вот именно регулярно в системе обзваниваете ли вы? Насколько часто вы это делаете у ваших клиентов? Задаете им вопрос, почему вы прекратили ходить? Почему, что вам не нравится в работе с вами? Насколько часто вы отрабатываете отрицательные стереотипы ваших бывших и постоянных покупателей? Очень может быть, да, не то, что проблема в работе самого предпринимателя. А разыскивающая, это, наверное, ваша формулировка. Я думаю, я повторил, кстати, тот стереотип, но ведь это будет навязчиво. Я считаю, что, конечно же, опрашивать клиентов и делать это регулярно с вопросом, что ему не нравится в работе с нами. Нужно обязательно. И неважно, работаете в сегменте B2C, конечным потребителям вы что-то продаете, или в сегменте B2B, то есть продаете из других с клиентами. Конечно же, нужно обзвонить регулярно. Мы с вами понятия не имеем, и почему они вдруг уходят конкурентам, пока их об этом не спросим. И мы понятия даже иногда почему они нас выбирают. Нам кажется, что из-за цены, а на самом деле не могут выбирать совершенно по другим параметрам. Я помню, когда мы на второй тезис работал с компанией, которая занимается дисковыми пилами для деревообработки. Круглые вот эти зубчатые пилы. Регион России, лесной регион, моя родная Кировская область. И директора считали, что их выбирают, потому что они продают на 5% ниже рынка. Вот так вот держали демпинговые цены. Мы даже не сами опрашивали, мы нагрузили этими опросами родных продавцов этой компании, в отдел продавцов, маркетологов, обычных продаванных. И они обзвонили тоже человек где-то 30 постоянных клиентов. И задавали им два вопроса. Что вам не нравится в работе с нами через негатив, и выяснив отрицательные стереотипы, задавали вопрос, а почему вы, несмотря на все наши недостатки, работаете с нами? Почему вы нас выбираете уже третий год? И они получили тоже вполне валидный результат, то есть из 30 опрошенных около 7 человек, по-моему, ответили, вы знаете, мы вас выбираем, потому что у вас в одном месте можно купить новую магазин, и тут же в мастерской в соседнем помещении заточить старую, а мы приезжаем из леса, лесозаготовитель, для нас каждая минута в городе на счету, ни у кого из конкурентов такого расположения, чтобы магазин был вместе с мастерской, нету. И ни один не сказал, что покупает, потому что здесь на 5% дешевле. Я помню, соучредители меня спросили, Алексей, как вы думаете, что с этим можно сделать? Догадайтесь трех раз, уже ли можно поднять цены, спросили. Я говорю, ну да, из трех раз, сразу выгодят. Хорошо, а если не поедут, если мы потеряем клиентов на этом повышении, вот вам методика простейшая, поднимите до средней рыночной стоимости и две недели мониторить. Если будет снижение продаж, хорошо, верните, поняли, что этот фактор ключевой, критический, возвращайте цены на прежний уровень и всему рынку скажите, у нас снижение цены. Будете честны полностью на 100%. Они через две недели мне звонят, Алексей, вы знаете, как ехали, так и едут. Никто даже не задал вопрос, у вас что цены поднялись. Здорово, что и требовалось доказать. А как вы думаете, Алексей, а есть ли еще? Подняли еще на 5%, точно так же две недели мониторили продажи и были очень удивлены тем, что за две недели второго тестирования оказывается, клиент особо и не обращал внимания на то, что цены на 5% уже средние рыночные цены. Вот так методом эксперимента начиналось с обычных вопросов, с простого вопроса продавца к клиенту выяснили, что 10% от первоначальной стоимости находится в пределах ценового безразличия. Для этих лесных братьев, которые в город, в моем лесном краю, часто приезжают, например, за камазом лесовозом, с чемоданом, набитым наличкой. Так, во всяком случае, было в те времена, когда я сейчас то есть что такое пределы ценового безразличия. Я подозреваю большинство здесь присутствующих участников, когда вы идете в магазин за буханкой хлеба, вы, скорее всего, на цену вообще не обращаете внимания. И стоит она у вас 50 или 100 рублей, для вас все равно главное, чтобы было вкусно, потому что вот эта сумма для вас не существенна. Опросы могут выяснить, почему клиент уходит в конкуренты. Я помню проводили проект по реализации по внедрению новых технологий продаж, работали несколько месяцев с производителем молочной пленки, то есть все эти, молочная пленка для пакета для молока, стаканчики для сметаны и йогурта, то есть вот все эти, упаковка для молока и молочных продуктов. И компания является одним из лидеров рынка, то есть 20% рынка только в России. Качество высочайшее, работают очень аккуратно, я обзваниваю клиентов с целью выяснить их предпочтения, задаю тот самый вопрос, что вам не нравится в работе с этой компанией, постоянных клиентов обратить внимание. И как-то через какое-то время понимаю, что клиент не хочет делиться, он всем доволен. Здорово, такое бывает редко, но тут задумаю поздравить своего заказчика с тем, что клиенты довольны и ресурсы повышения продаж нужно искать где-то в других, как говорится, местах с ассортиментом поработать на новые рынки и так далее, а с постоянным все хорошо. Но я всегда переспрашиваю, потому что первый ответ клиент на этот вопрос всегда задает, дает, ну, да вроде все нормально. То есть это такая, такой ответ алиби, натряжись, ему вениво задумывается. Но я знаю, что если преодолеть вот эту инерцию мышления, иногда клиент рассказывает, вспоминает что-то, происходит эффект, он открыл окстазе горло и поперлый, и поперлый. Вот я с одним из таких клиентов уже третью минуту общаюсь, задаю вопрос, любые мелочи могут быть полезны в работе нашей бухгалтерии, нашего склада, что там у вас с краской, со стойкостью, краски на истирание в нашей упаковке. Вспомните, любая мелочь может быть полезной для оптимизации нашего сервиса. Я прошу не просто так, а чтобы сделать наш сервис, наше предложение для вас еще лучше, чтобы вы вообще не смотрели на сторону. И мне наконец-то одна из клиентов вспоминает, ой, да вы знаете, да все очень круто, все очень здорово, у вас и девочки очень профессиональные, там даже после работы задерживаются, чтобы на наши заказы ответить. У вас и краска очень стойкая, и цвета правильно по технологии фонтонной печати передаются, все в порядке. Но вы не представляете, как мои технари в цехе, где фасовки, фасовщики, как у вас иногда материал. Что случилось? Почему материал? Вы иногда отправляете нам рукав пленки для молока, и на обговоренный, оплаченный метраж иногда не хватает цельного куска. Ваши честные кладовщики доматывают до правильного метража, а два этих куска склеивают скотчем. Так этот скотч проклеивает не только нижний слой, но еще как-то умудряется прилепиться к верхнему, и в итоге, когда мы фасуем сметану или молоко в этот рукав, доходит до этого места, все рвется и льется на пол. Вы не представляете, как наши фасовщики вас иногда ругают. Я, поблагодарив там, звоню потом заказчику своему, говорю, вот такая ситуация. Первая реакция директора, которая эту фабрику сама, можно сказать, руками собирала 6 лет, строила. Алексей, а это о нас ли вообще? Сходила в цех и выяснила, что правда о нас. То есть директор, который вроде бы знает каждый винтик на производе, знает вот такой очевидной вроде бы штуки, что есть проблема в технологии отгрузки товаров. И вроде бы мелочь, счастье, для компаний, что по всем другим основным параметрам качество, цена, оперативность работы, все хорошо. То есть для клиента эта проблема является малосущественной. Но мелочи нет склонности к накоплению. И так они иногда накапливаются, накапливаются, накапливаются годами, а потом 20 клиентов получают конкурентное предложение и просто уходят от этой компании. и если мы не проводим опросов, мы часто не знаем, чем шел. Как не взрастить клиентов коронных террористов? Отключил в чат вроде бы, а все равно не всплывает. Ладно, предваряя каждой чьих покупателя, каждый суровый вид. Как вы, Дмитрий, боитесь прогнуться вишни? Как вы боитесь выглядеть лебезящим перед клиентом? Господи, что вы так напугал? Не бойтесь. На самом деле, понятие сервис, я когда подбираю, например, менеджеров по продажам, или продавцов типа рекрутинговой задачи, там есть один параметр клиента ориентированности и сервисная ориентированность. Сервисный психотип это еще по-другому. Очень плохо, если вы, я не знаю вашу должность, продавец или футболок или начальник отдела продаж или первое лицо, то плохо, что вас это пугает. Это означает, скорее, что в голове у продавца, назовем вас, даже если вы директор, вы все равно продаете, сидит какой-то вредный совершенно для продаж таракан, что оказывается можно слишком прогнуться перед клиентом и это будет вредным. Иногда такое может быть вредным, да, не все клиенты полезны, но изначально в нашей с вами профессии больше всего эффективны люди, которые хотят искренне, от души помочь другим людям, черт возьми, помочь им стать специалистом, облегчить их жизнь, это называется сервисный психологический клиент. Если его у предпринимателя нет, этому нужно учиться и искоренять тараканов на тему того, что все это я буду спрашивать будет навязчивым, я буду погибаться, я буду визить, да не, в реальности клиент вам скажет большое человеческое спасибо, когда вы в своем депутат клиенте звоните поставщику, вернее не поставщику, а клиенту, который у вас даже регулярно покупает, зададите эти два простых вопроса, Иван Иванович, оптимизируем свой сервис, находим проблемы в своей работе, помогите, вы наш клиент, вот что вам не нравится в работе с ним? Да, первые ответы он даст на твои жизнь, да все нравится если работают, все равно учим продавца немножко идти в год, ну, как тот ученый в микроскопе, ищем, не бывает идеальных компаний, мы такой только хотим стать для вас, чтобы вы вообще не смотрели на других продавщиков, помогите найти любые мелочи могут быть полезны, да, Павел, я имею ввиду, что лучше всего, когда мы эти задачи даем не некому пресловутому маркетологу, да, маркетологи могут быть в вашей компании, и вроде бы они должны эти задачи выполнять, но выполняют ли, чаще всего, и чаще всего маркетологи с продавцами не дружат, то есть должен быть хороший, плотный, постоянный интерфейс между отделом маркетинга и отделом продаж, но в реальности, в том, что я наблюдаю на российском сейчас рынке, буду отвечать за западным, чаще всего маркетинг работает, в лучшем случае, на генерального директора, а продажники с маркетологами не дружат, то есть если опросы проводит маркетолог и там в компании как обычно, то есть нет мощной интеграции маркетинга с продажей, эти опросы остаются в голове генерального директора, директора по маркетингу, маркетолога, но не попадает к продавцу, то есть они не помогают ему продавать, они должны помогать ему продавать. Ну и есть еще хорошая новость, чрезвычайно хорошая новость, когда мы строим диалог с клиентом продавца, в легенде маркетинговые исследования, часто даже холодные звонки повышают конверсию за счет того, что во время холодного звонка этот продавец опрашивает клиента, но не предлагает ничего в лоб. Сейчас такие времена, скажем так, как вы это сформулировали, очень сильный иммунитет у всех покупателей на прямые лобовые предложения. Нас замучили рекламой, нас замучили в B2B сегменте холодным звонком. И как только клиент слышит подозрение, то есть подозревает, что ага, сейчас начнут чего-то впаривать, включаются совершенно неосознаваемые механизмы. То есть раз он просто начинает сопротивляться не тому, что у тебя какое-то некачественное предложение, он даже не хочет его слушать. И простая фишечка, например, мы прекрасно в свое время продавали каркасные дома, перевели продавца каркасных домов из сегмента B2C в сегмент B2B звонили по-холодному и вполне успешно их продавали. Мы продавали оборудование для грузовых автосервисов, мы продавали стройматериалы, продавали рекламу на жутчайшем и переполненном рекламными предложениями московском рынке по-холодному, но мы продавали успешнее, чем это были бы обычные технологии. Мы продавали с легендой маркетинговых исследований, проводили опросы клиентов, но там вопросы были правильно сформулированы по спин-технологии, они ответив на мои вопросы, клиент начинал перехватывать инициативу и спрашивал меня, расскажи, а что это за оборудование, которое продолжает просто через тяжелых взамен и больших врачажных усилий управлять деформированные металлические палки. Мы разворачивали ситуацию на 180 градусов, холодный звонок чаще всего не заинтересовывает клиенту, что делается на стандартной технологии. А вот мы когда-то научились это делать. И одна из фишечек это именно опросы. не продавай ничего на первом разговоре. Твоя задача не продать, а заинтересовать. И формат маркетингового исследования просто задачу выполняет. Ну окей, отвлекся. Клиента ориентированности или заблюдство не одно и то же. Да, согласен, это не одно и то же. Только тут скорее вы согласны с вами, с Дмитрием и со мной. сам факт, Дмитрий, уж не обижайтесь, что у вас при, я имею в виду клиента ориентированность, а у вас в голове почему-то работает стереотип из-за блюдства. Это говорит о том, что, скорее больше говорит о том, что какие-то стереотипы у вас работают, а не то, что я имею в виду. Старом анекдоте, папа, а ты с кем сейчас работаешь? Не обижайтесь, еще ладно. Хорошо, давайте продолжаем про опросы. Вот те опросы постоянных клиентов постоянных клиентов можно делать в немножко другом формате. То есть задавать вопросы клиенту оценить в 10-ти больной шкале наше с вами сотрудничество. Если он дает меньше, чем верхняя планка, по 5-ти больной 4-3-2-1, не дай бог, хорошо, что вы посоветуете изменить, чтобы в следующий раз вы оценили на 5-ти. Если он оценил на 5, идем дальше, в глубину. Что вы посоветуете в следующий раз изменить в нашем ассортименте, качестве товара, сервисе, моей работе с вами как продавца, работе нашей бухгалтерии, доставке, все, что угодно. Кубы и мелочи, чтобы вы в следующий раз оценили на 10. Поверьте, клиент умный, он все вам расскажет, если вы поможете сформулировать это все, мы частенько, неправда, мы можем найти классные инсайды, причем силами продавцов ваших штатных, а не каких-то условных дорогущих маркетологов со стороны. Несколько примеров я вам уже привел. Мало того, вот эти опросы прекрасно работают на холодном рынке, то есть, если вы используете холодные звонки и активационные звонки, они правда, они генерят клиентов за запросы, а он вот делает эти опросы и продается. Я помню, сидел за интервьюера, мы когда проводили то самое исследование для грузовых автосервисов, я звонил по-холодному. Сидя в Москве, я представлялся маркетологом из Великого Новгорода, звонил в Челябинск, Екатеринбург, Пермь, Санкт-Петербург, звонил я совсем-совсем по-холодному, то есть, брал из интернета телефоны грузовых автосервисов, проходил секретарей, где они там присутствуют, конечно, не везде, мне были нужны технические директора, то есть, суровые мужчины, там, от 40 лет, чаще всего, там, директор, технический директор такого автосервиса, и я говорил, вы знаете, у нас маркетинговое исследование, мы поставляем оборудование для грузовых автосервисов, собираемся выходить на рынок вашего региона, помоги, ответьте на мои вопросы, проводим интервью потенциальных партнеров, ничего продавать не буду, навязывать не буду, наоборот, от имени компании, после того, как найдете 5-10 минут про диалог, отправлю вам подарок. Самое, знаете, у меня была конверсия в продолжение диалога процентов 75, то есть, да, 25% говорили, нет, некогда не буду отвечать на ваши вопросы, 75 говорили, ну, если всего 5-10 минут, ну, спрашивайте, что вас интересует, если тем более продавать не будете, то есть, сняли защиту заранее. А далее были вопросы, вопросы, сформулированные по технологии спин. Какие-то, такие-то услуги у вас, применяются, применяются, как вы выбираете себе поставщика таких услуг, где вы покупаете оборудование, как вы выбираете себе оборудование. Тролля-тополя, то есть, не буду сейчас вылагать весь гриф, который состоял где-то из 7-8 вопросов. Один из вопросов звучал вот именно так, по технологии спин, это извлекающий вопрос. Слышали ли вы о том, что есть оборудование, которое позволяет легко и просто без тяжелых фундаментов рычажных усилий выправлять деформированные металлические полки? Что вы об этом думаете, если клиент говорил, что вышел? И у меня из 40 опрошенных за день 8 человек ответив на мой вопрос слышал, не слышал, да, знаю, есть такое, нет, не верю, что такое есть. 8 человек из 40, то есть, считайте, 20%, хорошая цифра для холодных звонков, начали задавать заинтересованные вопросы. А что это? Вот я на ваши вопросы ответил, а ответьте на мои, что это за оборудование? На холодном звонке 20% конверсии заинтересованности. Часто видите? На холодном звонке чаще всего все заканчивается, который делается по стандартным технологиям. Ну, отправьте прайс, посмотрим. Чаще всего этот прайс не досматривается, то есть, интереса-то и нет. Он у вас запрашивает этот прайс и это предложение, просто надвяжись, чтобы, потому что все равно более-менее он доволен своим постоянным поставщикам. Из этих восьми, тех, кто попросил, расскажите поподробнее, то есть, по сути, продай мне свой продукт, мне интересно, да? С двумя, вернее, не двумя, шесть, шестеро запросили более подробные материалы на почту, то есть, уже заинтересованность в сутки, я хочу посмотреть картинки, спецификации, мощность, как это делается, цены. С двумя мы ввязались в ценовой торт. То есть, двое, двое уже всерьез обсудили цены, слушайте, ага, полтора миллиона за такую установку, а ты мне скидку дашь, а то у меня как раз чугунный стапель, который давно уже работает, похоже, ломается, вот много чем-то заменяет, а вот эти двое звонок. Два клиента ввязались в ценовой торт. Для холодного звонка вы часто получаете, сколько там, 2 из 40, 5 процентов, да? 5 процентов клиентов ввязываются с вами в ценовой торт на холодный звонок. Вот отвечаю, Павел, на ваш вопрос. Если ты правильно строишь разговор, иногда вот это правильный подход, он позволяет тебе продавать намного эффективнее, чем если ты звонишь вот с этим купым, лобовым, стандартным, банальным, всем известным спектом. Здравствуйте, хотели бы предложить вам с нами сотрудничать. поставляем то-то и все. С маркетологом, но не продавцом. Да? На этот случай мы как раз и сшиваем скрипт. Я же вам дал реальный скрипт. ничего продавать и навязывать ненужного не буду. Просто проговорите эту фразу вначале. Павел, могу я уточнить, а вы чем за ним? Вашу должность в компании? Вы продавец или менеджер по продаже, простите, или руководитель отдела продаж или маркетолог или первое лицо? и в какой нише вы работаете? Очень не ваше имя и фамилия. Вы Павел Володин? Окей, друзья, а я продолжаю. Дмитрий Бехтерев, кстати, вы тоже. Ни не говорили по продажам, мой коллега. Тоже у нас есть коллега Бехтерев. Он по-моему сердцу. Ну, неважно. Окей, едем дальше, друзья. Следующий способ профилактики возражений мониторинг того, как и общаются ваши клиенты без ваших вопросов. Форумы и сети. Причем, там, правда, нужно сидеть с головы. Зачем? Да чтобы выяснить, какие вопросы задают ваши клиенты. Павел, первое лицо я понял, а чем занимаетесь? Ответите на вопрос? Нет, не очень. Окей, мониторинг форумов и сетей. Какие вопросы задают клиенты, если есть какие-то целевые тематические ресурсы, обсуждая тот или иной запрос? Скажите, а вот кто пользовался, какие марки они обсуждают, какие вопросы задают? Это что означает? Люди на таких форумах озвучивают свои стереотипы и боли. И вам, нам с вами, дорогим продавцам, нужно как раз и использовать, это все фиксировать и отрабатывать, потому что это стереотип, который он не озвучит в телефонном разговоре, потому что не хватит времени, он не вспомнит его и так далее. Но он в реальности его волнует. И нужно их фиксировать и отрабатывать. Судя по тому, что Павел не отвечает на мой вопрос, чем он занимается, наверное, коллега, наверное, тренер по-нашам. Маниваю я их, что я на своей вебинаре. Хорошо. Третий способ фокус-группы, то есть регулярно мониторить, как думает твой клиент, о чем он думает, какие возражения, какие страхи в его голове есть, какие, скажем так, способы и поводы для отторжения твоего предложения у него уже присутствуют. Зачем это все делать? Да чтобы в рекламе и в скриптах для продажников и в компредах это все учитывать. Например, из сегмента B2C, архангельский пример. Одна из компаний взяла свою часть рынка, которая устанавливает пластиковые окна. Очень просто. Они сразу в рекламе указали, что мы не только установим вам теплое, хорошее пластиковое окно, но и приберемся в вашей квартире, уберем остатки старого и все это не будет удорожать и вдруг выяснилось, что правда для ряда клиентов это был неосознаваемый страх, то есть любой ремонт это кирпичи, это грязь, звездка, пыль, которую ты будешь защищать. Это проблемы с приборкой и это проблемы с дыханием, у кого-то аллергия. Я помню, я когда узнал об этом случае, я вспомнил себя. Правда, я ощутил себя на месте тех клиентов у этой компании, я там с детства работал на стройке и что-то образовалась у меня большая аллергия похода на строительную пыль и у нас я убака в школе надышался судя по всему и у меня всю жизнь вот такая внутренняя внутренняя отражение необходимости ремонта. И я в своем доме я похоже лет пять оттягивал установку пластиковых окон но этого абсолютно не осознавал головой. То есть на уровне ощущения это каким-то образом работает. То же самое и в сегменте B2B. В компреде вы можете указать этичные возражения и страхи клиентов и дать сразу выгодные для себя ответы. Как та компания которая сказала ну и сделаем там прибор за те же деньги. Ну кстати за те же деньги в этом случае означало все-таки дороже чем в среднем по рынку потому что компания работала в сегменте средний плюс. окей все эти результаты опросов результаты фокус групп мониторинга соцсетей нужно вшивать в рекламные дела. В этом я не знаю. Чтобы происходил эффект он читает следующий большой блок работ который я бы рекомендовал делать отделу маркетинга вместе но правда и продавцов сюда тоже вовлекать в обязательном порядке это тайная покупатель конкурента нужно знать лучше чем себя то есть системе звонить конкурентам звонить может быть встречаться заходить на сайты и фиксировать с этой информацией работать вот так здесь надо ли что-то больше рассказывать это должно быть системе и очень полезно когда тайных покупателей играет продавец не вот этот пресловутый маркетолог с которым он все не может найти общего языка как правило в крупных компаниях а именно сам продавец часть маркетинговых функций если он начнет выполнять эту часть маркетинговых функций это очень хорошо очень сильно будет помогать ему продажа четвертая фишечка журнал стереотипов это техническая штука на желтой бумаге по другому это еще называется желтой листу телефона мы печатаем табличку три столбика плюс минус знак вопроса почему на желтой бумаге как правило у продавца стол завален бумагой счетами прайсами буклетами я мало видел продавцов которых идеально порядок на рабочем столе и когда мы разговариваем с клиентом краем глаза должно быть легко зацепить вот это яркое пятно этот журнальчик и подтянуть его свободной рукой чтобы фиксировать ответы клиента в этом журнале ручкой почему ручкой а не красиво гламурно по современному компьютере потому что на перегон информации компьютер нам потребуется работать в две итерации то есть сначала мы разговариваем с клиентом а сразу после диалога мы перегоняем информацию фиксируем информацию в CRM это двойной расход времени а когда мы пишем сразу за клиентом фиксируя его слова одновременно а между прочим этот навык у нас развивался 10 годами школы и 5 годами института то есть конспектирование за спикера тут времени уходит намного меньше намного легче потом эти журналы обобщить в конце недели найти какие-то повторяющиеся закономерности то есть если мы увидели что один и тот же клиент вернее не один и тот же клиент а за неделю несколько человек высказались очень одинаковым образом это стереотип с которым нужно работать мы поймали закономерность разовые отклики интересные они не очень показательные у человека могло быть плохое настроение у человека может быть какой-то очень редкий стереотип но если мы сегментировали клиентскую аудиторию правильно то есть у сегмента должен быть некий набор общих похожих стереотипов то скорее всего уже на нескольких десятках опросов мы найдем повторяющиеся стереотипы вот например журнал таких отзывов это даже не отзывы это то что продавец фиксировал в диалоге с клиентом одной из оконных компаний мы видим например в течение двух часов человек звонил и получает там где плюсы мы фиксируем позитивные положительные стереотипы то есть какими словами нас хвалили друзьям понравилось что установили очень быстро привлекло что после установки пообещали убрать остатки старого окна и прибраться известный бренд мы и обратились минусы мы фиксируем какими словами нас ругали думать что у нас дорого склоняется к деревянным потому что пластик слишком герметичный нет вентиляции соседи недовольны качеством пришлось себе монтировать по гарантии то есть этот продавец обзванивал клиентов которых нужно было дожимать и активировать то есть клиент первый раз позвонил получил информацию ему сделали расчет установки пластикового окна ну и почему-то пропал то есть он активирует задача выяснить а почему пропал знаки вопросов сюда мы высказываем сюда мы фиксируем высказывание выдающее непонимание и безразличие клиента уже заказали другие просто приценивался на далекое будущее в ближайшие пару лет решили подождать замены окон сначала сделать полы и двери если мы найдем например за месяц несколько высказываний последнего решили подождать замены окон сначала сделать полы и двери окей это повод идти во все во все компании которые занимаются полами и дверями и с ними партнериться давайте делать пакетное предложение вы будете продавать свои полы а заодно в вашем предложении будет присутствовать бонус или какие-то скидки от нас с установщиков окон в комплекте. И наоборот, мы будем устанавливать окна, а заодно продавать чьи-то другие услуги. И таким образом есть возможность, собирая эту информацию регулярно, делать выводы на уровне ассортимента, сервиса, ценовой политики, воронки продаж и многого-многого другого. Тексты на сайте можно снять, там, любые региональные тексты, часть, как и продаж. Идите и делайте. Поначалу продавцы не любят заполнять такие журналы, но, например, по опыту, мои девушки там сопротивлялись и саботировали этот процесс примерно неделю. Девушки, имеется в виду в отделах продаж, чаще всего работали девушки, не зная почему. И почему-то получалось лучше, чем парни. Может, потому что работа у меня требовала усидчивости, терпеливости, работа кропотливая, это чаще всего женские качества. И они говорили сначала, да ну, а когда звонить там? Все писать придется, фиксировать. Но по итогам первой же планерки, то есть мы в пятницу, пришлось немножко, пять к столу, целую неделю говорить, девушке, финировать, последнее предупреждение, пожалуйста, фиксируйте. Пошипели, покосились, но начали фиксировать высказывания клиентов в этот журнал. А вечером в пятницу мы собрались все вместе, проанализировали все высказывания, вдруг выяснили, что оказывается чуть ли не на треть. Важных для клиента возражений у нас не подготовлены скрипты, сотрудники просто не знают, как на них отвечать. И когда мы там за несколько дней разработали, тут же вместе с ними разработали ответы, превратили их в скрипты продаж, в алгоритмы тут же потренировались в парах, в ролевых играх это все отрабатывать. И на следующий понедельник они вышли уже чуть более подготовленными к возражениям клиентов. И то же самое повторялось каждую пятницу дальше. Они прекратили сопротивляться очень быстро, они поняли, что это технология, которая продавать помогает. Ну, на первых парах, конечно же, провести их через первый этап принятия неизбежного, под тублер рост, отрицание, гнев, торг, депрессия. Все равно приходится где-то настоять, где-то стимулировать, где-то постучать кулаком. Руководители, это наша с вами работа. Окей. По получению этой информации мы разрабатываем конкурентные преимущества, ассортиментные ценовые и сервисные решения. Мозговые или штурм очень хорошо работают, когда мы самих полковцов повлекаем в процесс. Это позволяет снизить саботаж на этапе внутренних. Мы создаем речевые модули, сценарии, скрипты. Мы проводим внутренние тренинги с прослушиванием записей, переговоров. Очень важно проводить их регулярно. То есть, чаще всего в коммерческих компаниях по продажам заказывают хорошо если раз в два, три года. И думаю, после этого все должно попреть. Ну, попрет. Но у нескольких человек из вашего отдела продаж, то есть не у всех, а только у самых замотивированных, лояльных и обучаемых. А у остальных они выйдут на работу и даже если будет проведен очень хороший тренинг, они предпочту сразу о нем забыть, потому что, скажем так, в переговорах и продажах, в разговорах с живым клиентом мы можем работать только на привычных. То есть, на уровне неосознаваемых шаблонов поведения. А если приходится задумываться, во-первых, сотрудник очень сильно устает, когда приходится задумываться в переговорах с клиентом. То есть, лампочка, как говорят, перегорает не потому, что долго горит, а потому, что часто переключает. Ну и, во-вторых, самое главное, сидя в мозговом штурме, заранее подготовив скрипты, мы можем подготовить более правильные и более эффективные аргументы. Можем вшить в эти скрипты правильной технике продаж. А на импровизации у человека, который является сотрудниками, тренингом продажа, руководитель его профессионализм ниже, чем ваш. Как минимум. Он, импровизацию он воспроизведет не самые эффективные речевые моды, то есть, с низкой конверсией. Поэтому, если вы проводите какое-то обучение тренинговое, приглашаете тренера со стороны, постарайтесь, чтобы он поработал во внедрении. То есть, правда, полезно, чтобы он после субботы и воскресенья, в понедельник он посидел с ребятами возле телефона, поездил с ними на встречи, послушивал вместе с ними записи. Если у вас нет такой возможности доказать такого тренинга, хорошо, тогда хотя бы сами, первую неделю после обучения, после внедрения новых изменений, вы садитесь каждый вечер сами, послушиваете записи, анализируете, дорабатываете, тренируете там, где слышите, что техника не перешла на уровень навыков. регулярно, первую неделю каждый вечер, на вторую неделю через день, на третью неделю можно выходить на режим один раз в неделю, но в системе. Внедрение и контроль принимают от 21 дня. О чем я говорю? Внедрение и контроль до этапа, когда сотрудник должен забыть, как работать по старому. Вот к какому уровню, скажем так, осознавания и усвоения новых технологий нужно стремиться к руководителям и тренеру в работе. Причем 21 рабочий день часто в пересказах, скажем так, не очень глубоких, звучит, что вот все, 21 рабочий день и все, навык сформируется. Нет, это искаженная и упрощенная терминания. Психологи по труду сейчас говорят, что для того, чтобы сотрудник освоил новую технику на неосознаваемом уровне, на уровне привычки, как будто бы всю жизнь так разговаривал, нужно от 21 до 60 в среднем дней повторения. Это и те. Но, дорогие руководители, делитесь в терпение. Это ваша работа. Окей, домашнее задание вам. Это еще не все, это первый блок профилактики, мы сейчас с вами перейдем к основным убедителям, но домашнее задание по профилактике. проведите опросы клиентов, изучите форумы и сети, изучите конкурентов, проведите все эти тайны покупателей. Внедрите журнал стереотипов. Я бы что еще добавил. Внедрите тотальную запись переговоров ваших продавцов и прослушивайте. Если вы продавец, начните себя писать. И прослушивайте регулярно. Фантастические, интересные открытия. Иногда приятные. сам о себе не ждал, что так классно проведу. Но чаще не очень приятно, но очень полезно. То есть на основании политических каких-то проблем, проблемочек, проблемных ситуаций мы смотрим что-то из них. И возражений станет меньше. Давайте мы переходим к следующему этапу. Как разогреть холодные звонки по-другому. Тоже будем говорить в каком-то смысле о профилактике, но уже больше о работе в процессе. Назовем этот параметр так. Системность воздействия. Или по-другому поговорим о неречевых элементах воздействия, взаимодействия, убедителях. Или влияют не только слова. Убедитель номер первый в числе повторений. Когда-то давным-давно, мне сейчас 45, вот в августе будет 46 уже, я был совсем молодым парнем, студентом, который учился на пятом курсе, готовился уходить в армию. Через какое-то время, а, это был еще четвертый курс, начало этой истории, я влюбился. Влюбился в первую красавицу туристического клуба, в котором я в то время фил. Она чрезвычайно талантливый человек всю жизнь, профессиональный актер, поет потрясающе, под гитару играет. Ну, а я был очень серым парнем, то есть и невысоким, метр 64, как говорится, с кепкой, и не очень талантливым в каких-то качествах, которые студенческой аудитории актуальны. То есть, на гитаре я еще только учился играть, петь только учился, ну, походы ходил, ну, и все, в общем-то, никакими талантами не близко. А вот к нее толпа ухажеров. Мне, скорее всего, было нужно больше, чем всем, влюбился всерьез, я начал штурм. И этот штурм я проводил практически полгода, правда, на седьмой месяц выиграл этот тендер, но в течение всех этих полгода, шесть месяцев, я каждый вечер находил какой-то повод для общения, причем не с такой грубой, как это делают на холодных звонках, Ивану, Иваночку, купи, не купи, я ухаживал красиво, я читал книги, я думал, как ухаживать так красиво, чтобы выглядеть навязчивым, и при этом, чтобы все было все-таки как мне хотелось. Да, регулярно, чуть не каждую неделю находились вдруг случайно билеты в какое-то кино, хотели пойти с приятелем, но он заболел, пойдешь со мной на аватар. Регулярно я вдруг оказывался в ее танцевальных группах, паркоток и этой самой студенческой весне, то есть, как бы, между прочим, я становился ее учеником, занимался. Там то, другое, третье, мы ходили в одни походы, я там рассказывал, рассказывал, анекдоты, я очень долго там оттягивал вот этот процесс прямого, неносмысленного там, ухаживания, чтобы девушка поняла, что да, действительно она, то есть, я как бы становился своим, прикольным, веселым, знакомым, и тому подобное. Через полгода у Романцев выиграл этот тендер, все в порядке, дальше было несколько месяцев счастливых, счастливейших отношений в моей жизни, наверное, ну, не таких, как сейчас, но самых счастливых, я ушел в армию, там, ну, и дальше уже совсем другая история, дружим, можно сказать, 20 с лишним лет с тех пор. Но, именно тогда я понял, что не так уж и важно, не так уж и важно, с какими словами, с какими эмоциями клиент, назовем так, для меня это было уроком на всю жизнь, к нам отнесся с первого раза. О чем я хочу сказать, вот в продажах B2B мы заметили, то есть, я обсуждал это с коллегами, с другими хорошими тренерами по продажам, что очень редко, когда в сегменте B2B клиент соглашается с первого раза сейчас. Ну, как правило, если он работает хотя бы полгода, значит, у него уже есть какой-то поставщик, к которому он обратился сам, и там не понадобилось холодный банкок. Он перебрал несколько этих поставщиков, то есть, он худо-бедно, он худо-бедно все равно уже на кого-то опирается. Пускай он не доволен своим, не на 100% доволен своим текущим поставщиком, стабильность дороже и стабильность для него важнее, чем рисковать поиском, поиском. Слушайте, Анна, я же говорил не про техники убеждения. Если вы читали программу этого вебинара, мы говорим сегодня только о профилактике, о том, как сделать так, чтобы техники убеждения не были нужны вообще. Техники по работе с возражениями есть много, но если вы настраивались, что я вас сейчас буду, вам буду как сделать так, чтобы возражений не возникало совсем. Поэтому перечитайте программу, надеюсь, вы не будете меня обвинять, что я вас обманул. Читайте программу, там все сказано. И сегодня только прохвал. Окей. Так вот, возвращаясь к продажам в G2B. С первого раза бывает только в редких исключениях, когда, ну правда, сегодня его подвел постоянный поставщик, текущий поставщик, а ваш звонок просто раздался очень вовремя. Он не будет торговаться, он не будет смотреть и слушать, он не будет смотреть и слушать вообще, правильно вы ведете переговоры, неправильно, то есть ты позвонил вовремя, когда он может решить, и ты можешь решить его проблему срочно. Но согласитесь, такие истории бывают не так уж часто. Что делать, если он все-таки относится к большинству, то есть у него уже есть поставщик, и там дела идут куда бедно, и он вроде бы отказал тебе с первого раза. Так вот, большинство продавцов прекращает звонить клиенту после одного, двух, трех отказов. Общая статистика, ну понятно, она не такая уж официальная, научная, это скорее я общался с несколькими коллегами, большим количеством продавцов, чаще всего клиент соглашается после пяти, шести контактов с продавцом. То есть по разными поводами, иногда это происходит через два месяца, иногда через полгода, но средняя цифра чаще всего звучала в моих опросах коллег и продавцов пять-шесть, иногда семь. Это что означает? Если мы отказались контактировать с клиентом после второго, третьего или первого отказа, то скорее всего какой-то шанс, пускай не сто процентов, не был. Но мы продолжаем, наша задача формировать ситуацию, чтобы он, когда в следующий раз у него возникнет необходимость в вашем продукте, чтобы ему не приходилось искать, задавать себе вопрос, кто у кого можно быстро перехватиться с сырьем, потому что у постоянного поставщика сейчас кризис, кризис какой-то, какие-то проблемы с транспортом. Окей, чтобы в первую очередь в его голове всплыл ваш голос, ваше имя, ваше название вашей компании, и он уже в телефоне мог спокойно бы открыть Павел из такой-то компании, Павел Баловин, чтобы он уже запомнил вас. Снижайте проблемы на этапе вспоминания, когда ему потребуется. 5-6 повторений. Я помню, когда я набирал сам открытые семинары, сейчас набираю, работаю, приглашают разные организаторы, и работаю сам компаниями. Вот когда-то я 11 лет управлял тренинговым центром, и сам набирал семинары, тренинги, работал отдел продаж, на котором я вот экспериментировал бедные девушки, все на них все о чем обучаю, все на своих отрабатывалось, экспериментировалось. Так вот, в порядке вещей происходили такие ситуации. Например, семинар уже идет, группа набрана, у нас перерыв, и вот две клиентки в двух метрах от меня пьют кофе, и между собой ведут диалог. «А как вы сюда попали? А меня его девушке достало вообще, поэтому я сюда пришла». Как это стало? Она позвонила больше полгода назад. Сначала предлагала какой-то открытый тренинг. Я ей выдала сразу, что мне ваши тренинги не нужны, я вашего тренера сама всему научу, я 20 лет в бизнесе, чему он может меня научить? Он не разбирается в нашем продукте, всего доброго, до свидания. Девочка говорит, мягко, аккуратно, извините, можно еще минутку, я не буду навязывать то, что вам не требуется, но у нас кроме тренингов есть еще деловой туризм, то есть мы набираем группы для выезда, семинаров, обмена опытом, в другие страны. Во-вторых, действует клуб предпринимателей, владельцы бизнеса, как вы, и мы проводим штурмы, и они друг другу помогают, очень интересно это происходит. Бывают круглые столы в мэрии, мы иногда проводим исследования с вашей помощью, разрабатываем новые продукты, скажите, можно я вам буду иногда обращаться, иногда обращаться, ну может быть, максимум один-два раза в месяц с приглашением на другие мероприятия. В конце концов, у нас приезжают не только, у нас бывают не только наши тренеры, но и приглашаем лучших тренеров из Москвы. во всей стране. Я, говорит, ей ответила, ну если так, ну если не будете навязывать свои тренинги, ну ладно, хорошо, так и быть. Она перезвонила через две недели, пригласила на круглые столы в мэрии по делам, по качеству рекламы, на которые мы на самом деле не ждали, что она придет, но уже группа набрана, ну это был информационный повод для общения с ней. Она сказала, ну нет, у меня реклама, меня не интересует, не приду. Еще через две недели она пригласила меня протестировать статью о повышении продаж, которую написал Алексей Урванцев с пятью советами о повышении продаж в межсезонье. Я согласился, ну ладно, отправьте, посмотрю, что за советы такие о повышении продаж. Она мне отправила, я почитала, ну нормальные советы, я отправила, что ей да, мне понравилось. Еще через две недели она позвонила, пригласила меня на встречу клуба предпринимателей загородства, там шашлыки, плюс лошадки, плюс семинар по организации продаж. И я уже пожалела, что не смогла по времени участвовать в этом мероприятии. И вот таким образом она каждый месяц, каждые две-три недели чего-то такое новое мне озвучила, какой-то новый информационный повод. Через полгода, когда она пригласила меня на открытый тренинг для продажников и открытый семинар для руководителей по управлению продажами, я уже спросил ее, скажите, сколько стоит? Столько так. Но если я вам на трех продажников сразу отправлю, вы мне скидку за обдадите? Вот таким образом в B2B это частенько работает. Если вы будете терпеливым продавцом, который не будет действительно тупо, в лоб, покупай, а будет терпеливым, аккуратным, вот как тот мужчина, который внимательный, не грубый, не навязчивый, но настойчивый, аккуратно ухаживает за любимой девушкой, когда вы будете общаться с ними на разных форумах, приглашать, подпишите их в информационную, не рекламную, не спамовую, а именно информационную рассылку по решению их проблем. Меня в том опросе для грузовых автосервисов, смотрите, там 40 человек, я звонил, обзвонил за день, и там был скрипт, благодарность за интервью отправим от имени компании подарок. И некоторые клиенты спрашивали, а какой подарок, что ты хочешь? Я говорю, да у нас есть информационная бесплатная рассылка для директоров автосервисов о возможностях современного оборудования, о том, как снизить расходы на замену деталей, о том, как убрать, полностью устранить воровство на маслоскладе, о том, как привлекать покупателей на автосервис, вам было бы интересно получать такую рассылку? У меня из 40 опрошенных на холодных звонках, 38 подписали, сказали, давайте отправляйте. Двое сказали, не, я уже завалил всякими рассылками, спасибо. Время спама, время рассылок, вроде бы, страшное дело, да, но на самом деле, если правильно, аккуратно это делать, у вас будет возможность, у вас будет возможность поддерживать взаимоотношения с этим клиентом постепенно зарабатывать его доверие. Потому что речь придет о человеческом, нормальном доверии. На холодном звонке доверия еще нет. Весь паркер. Так вот, кстати, здесь я сегодня на сей вебинаре спрошу вас, могу сейчас спросить, вот если вы получили что-то полезное, было бы вам интересно от меня получать какую-то рассылку из большого, жуткого спама, полезными советами, с приглашением с какими-то статьями, видео. У меня сейчас фабрика контента, я веду передачу об умных продажах без скидок, у меня каждую неделю новое 45-минутное видео, где мы разбираем новый, какой-то интереснейший и полезнейший аспект умных продаж. То есть, и про интернет-маркетинг, и про видогенерацию, вот до аромамаркетинга, и про техники продаж, то есть, как и все будем оставлять такой контент, сможете прекрасно повышать квалификацию и свою, и с их сотрудниками. Окей, про количество повторений мы с вами поговорили. Убедитель номер два. В свое время я делал проект для одной газеты. Рекламная газета, тоже в родном городе, я сейчас живу в Москве, проект делал в самом таком нищем регионе страны, можно так сказать, где денег у клиентов нет вообще. Где хорошие технологии продаж, что применяются? Там, где плохо с клиентами. Как правило, если ты работаешь на каком-то более наполненном рынке, можно долго ничего не внедрять, ничего не меньше. Окей, боль на выдумку хитрая, приходится работать умнее, когда изначальный старт очень низкий. Так вот, я делал проект с коллегами рекламной газеты. Мы, открыв рот, наблюдали всем коллективом, как одна из девчоночек работает со своими клиентами. Она курировала очень сложный на самом деле блок бывших употреблений автомобилей. То есть, ее целевой аудиторией были перекрупщики автомобилей. Суровые мужики в два, иногда в три раза ее старше с городского авторынка. Такие прошедшие огонь, воду и медные трубы. Бандитские девяностые времена перегонявшие автомобили с востока, из Сахалина и с запада из Калининграда. И вот они такие серьезные дяденьки. А она вчерашняя студентка. Но мы наблюдали, как у нее получается продавать и продажи у нее были лучшие в отделе. Она звонила этому очередному Ивану Ивановичу. Она общалась без отчества с ними. Здравствуй, Сергей. Это Оля из народных страниц. Да, Оль, слушаю тебя, говорил клиент. Я не понимаю. Ты размещался целый месяц, а тут у нас номер уходит уже через три часа, а тебя нету. Сергей, ты где? Сергей ей пытался чего-то объяснить. Оль, да я посмотрел месяц, мне очень много обращений, да и машин у меня новых не так много, да не знаю, да и как-то с бюджетом. Она особо его не дослушала. То нам училки, которая общается с двоечником в начальном классе, озвучила примерно следующее. Сереж, я вчера была на рынке, у тебя стоит три новых машины. Тебе клиенты нужны? Нужны. То, что месяц размещали мало лидов, так ты же знаешь, я тебе говорила, нужно минимум 12 выходов, чтобы тебя заметили. Значит так, у тебя еще два часа, вези 3000, успеваем 150 квадратных сантиметров модуль разместить в этот номер. жду. Адрес ты знаешь и квадратных рук. И мы открыли. Вот у меня челюсть отвисала. Когда приезжали эти суровые мужички, в два раза ее старше, и привозили ей эти 3000 наличкой, отдавали, а некоторые даже умудрялись почему-то начать извиняться. Оль, ты извини, я вот спасибо, что напомнила, я тут что-то подзабыл, правда, клиент. Я не знаю, почему это работало. Можно, конечно, найти источник, какое-нибудь обоснование на каких-нибудь терапевтических уровнях, поиграть в психологню какую-нибудь, да, что вроде как, как там говорят, российского мужчину отучают быть лидером прямо с детского сада, потому что в семье по воспитанию маленького ребенка главное мама, в детслях работают только женщины, в школах в основном учителях уже женщины, ну, короче, женщина сама делает из русского мужчины вот такого подкаблучника, а вот удивляются, что мужчины потерялись. Можно порыться вот в этих, во всех этих обоснованиях, а по-моему, все равно там все попроще было. Она разговаривала доброжелательно, безоскорбительных, безоскорбительных интонаций, то есть это было уважительно, но при этом мощно, сильно. она настолько была уверена в том, что она говорит, что это поступало само по себе, только через интонацию. Если вы работаете с клиентами, послушайте себя, послушайте себя в записи, многие из слушателей моих теперешних будут неприятно удивлены, как на самом деле по-разному звучит наш голос, когда мы воспринимаем его изнутри, через систему и как на самом деле мы звучим со стороны. и это повод над этим поработать. Там, где вам кажется, что вы разговариваете мягким, архо-сексуальным голосом, в самом деле выглядит со стороны совсем по-другому, в записи совсем по-другому. То есть есть повод найти свои косяки с голосом и потренироваться. Идите на какой-нибудь тренинг, например, по голосу или по ораторскому искусству, ко мне обратитесь, поработаем в поучинге, например, поставите хорошие, продающие, мощные интонации, 2 часа, причем не обязательно лично по скайпу, с вами можно позаниматься. Можете сходить к тренеру в вашем городе, но не важно. Главное, что интенсивность воздействия, тональность воздействия не менее важна, чем сам и сам текст, который вы договариваете. Обратите на это наконец-то внимание. Убедитель третий. Так называемая лестница разогрева или по-другому еще аналогии ворота или по-другому последовательность действия. Хороший, умненький, молодой человек не будет там, уж извините за такую метафору пришла в голову, не будет предлагать назначать свидание девушке у себя дома сразу. Сначала в безопасном месте, то есть в кино, в парке погулять. Он не будет лезть целоваться сразу. Он сначала разговоры о душе, стихи, анекдоты, подарки, в кафе сходить. Вот постепенно он сначала возьмет за руку. То есть старая последовательность спирта, сначала рука, потом приобнять за плечикой и только потом губы. То есть правильный пикапер всегда понимает, что есть своя последовательность действия для того, чтобы клиент не сорвался. В продажах B2B же мы предпочитаем на первом уже звонке сразу предлагать тащить постель. То есть здрасте, хотел бы предложить вам работать с нами. Мы не прошли все первые стадии ухаживания. Не удивляйтесь, что клиент просто неподготовлен. Ему могли бы быть полезны ваши предложения, правда, у вас очень может быть качественные и выгодные для него потенциали предложения. Но как мы что-то делаем иногда важнее, чем что именно делать. Так вот, например, что делает хороший умный риэлтор? Первую услугу он оказывает бесплатно, чтобы приучить клиента к себе. Приезжайте в офис, мы с вами посмотрим, я вам расскажу, какие документы собрать, чтобы продать квартиру или купить квартиру. Потом сделка не сновывается. Клиент приезжает, встречаются они. Этот честный риэлтор действительно бесплатно консультирует своего потенциального клиента, а в процессе в процессе Павел, идите, берите стерпение, коллега Тризовский. Пожалуйста, потерпите, хватит меня сбивать. Я, между прочим, по-моему, в программе было написано и B2B, и B2C, или я ошибаюсь. Тут же самый риэлтор, да, оказывает первую услугу бесплатно. А в процессе как бы вспоминает, вы знаете, вот вы под диктовку записываете все эти кабинеты, документы, наверное, не очень удобно, у нас есть буклетик, в котором это все перечислено в готовом виде. Принести? Нужен вам этот буклетик, чтобы не записывать? Клиент, как правило, говорит, да. Продавец говорит, слушайте, там есть своя себестоимость, стоит это 100 рублей. Если давайте 100 рублей, я скажу, это бью чек и принесу вам это. Вторым шагом, который обычно игнорируется и в B2C, и в B2B, условно платная услуга за символическую сумму. То есть сумма, сумма, которая не так уж и важна для клиента. В B2B продажах вы можете, вы можете, например, если вы продаете оборудование и вам хотелось бы клиенту во время выяснения потребностей продать ему установку индукционного нагрела за полтора миллиона. Но начинать вы можете с того, с чего будет легче. Не с полутора миллионов, а, например, рассказать о том, что у нас шведские безинерционные гаечные ключи, набор очень удобный, то есть можно даже подарок на юбилей вашему мастеру цеха подарить. Давайте поговорим об этом инструментарии, который позволяет качать и терять, качать там и тому подобное. То есть начни с чего-то, что для клиента по цене не так существенно. И только после этого включаются все эти классические пакеты услуг и товаров эконом, стандарты, премиум. Эконом минимальное качество за минимуме цены, стандарты оптимальность соответствует цены и качества, ну и премиум, когда цена уже второй вопрос, мы предлагаем клиенту максимальное качество, сервисы, функционально. Вот вроде бы это азы я сейчас рассказываю, но обратите внимание на предложения ваши, на предложения ваших коллег, ваших клиентов. Чаще всего это логика ухаживания не учитывается в ассортиментных матрицах очень многих компаний. B2B B2C B2B это точно так же азы как и B2C Олег вступился на защиту Алексея. Ну иногда защищать не надо. Да ладно. Окей. Так вот, задайте себе вопрос. Ваши продукты условия выстроены ли в такую простую легкую лестницу, чтобы клиенту было легко начать с вами сотрудничать. Легко, без риска, с удовольствием, скажем так, пройтись от бесплатной услуги, от ухаживания до премиальной услуги или премиального пакета товаров, которые вы продаете. И очень вероятно, вам станет намного легче уже через полгода ваш чек вырастет и очень заменит. И конверсия. Не торопитесь продавать сразу на большой сон. И учите клиента к себе. Победитель четвертый. полярный отвечик называется. Знаете, вот эти диалоги с детьми и подростками, они происходят регулярно. У меня старшему сыну 21, младшему 16. Ой, иногда хочется сказать, ну чего ж ты такой поперечный, что не скажу, на все это ответ нет и нет. Пошли в волейбол играть? Нет, не хочу. Пошли в кино? В кино работать чаще всего хочу. Пойдем побегаем в парк? Нет, не хочу. Пошли на велосипедах покатаемся? Ну, может быть, не знаю. И так далее. Не все взрослые этот комплекс подростковые перерастают. Многие отказывают тоже по принципу, просто потому, что действует такая программа в душе и он осознать ее не может. Потом в конце жизни удивляется, что-то друзей было так мало и так далее. Что делать с такими, кто возражает просто из принципа, не потому, что он вдумался в ваше предложение, а потому, что он действует на автомате, он со всеми так. Действовать по принципу только не бросай меня в керновый куст. Я помню, когда мы продавали, вернее, не продавали, а отлаживали продажи РНТ и медиахолдинг, холдинг, который из маленького моего Кирова захватывает всю страну, Рязань, Владимир, еще какие-то города, Рязань, там, куда зашел РНТ и резко повышается спрос от его конкурентов на мои услуги. Нечего нервности. Так вот, они молодцы, они в свое время это последовательное действие, и вот все, все правильно вшили в технологии, как им было посоветовано, посоветовано и начали использовать. Иван Иванович говорит продавец на первой встрече. Наши стандарты запрещают что-либо продавать вам сразу. Мы только познакомимся, а, вернее, это еще по телефону, мы только познакомимся, продавать они в коем случае вам ничего не будут, выясню ваши задачи, разработаем предложение, а потом на основании этого разработаем вам предложение, от которого будет сложно отказаться. она, правда, приезжает на встречу, знакомится, выясняет потребности и ничего не предлагает. Говорит, ну, мне нужно посоветоваться с коллегами и выставить для вас индивидуальное предложение. И клиент частенько спрашивал, слушайте, ну, все-таки расскажите, чего у вас с ценами, чего и так далее. И она говорила, вы знаете, вот правда, давайте о ценах имеет смысл поговорить, когда мы сделаем для вас предложение, которое принесет и приведет вам клиентов рекламной кампании. И клиент оставался в ситуации незаконченного гештальта. Это психология. То есть, мы развернули ситуацию, он готовился, что ему будут предлагать, а он будет играть в игру. Ты предлагаешь, а я отказываю, а здесь наоборот, здесь пока ничего не предлагают. Поясняют, интересуются. И он как раз, раз, мы сформировали и вот это длящееся, незаконченное намерение превращается в так называемый триггер, магнит, незаконченный гештальт, уже на психологическом языке. И когда на следующий день человек приезжает, действительно, они въявили правильное, умное, учитывая предложение, согласитесь, профессиональная работа продавца, сделать предложение уникальным по-какетам заказчикам в B2B сегменте. Их конверсия в дожимах и переговорах и работы с возражением была намного выше, несмотря на то, что цепочка действий была длиннее, но конверсия была намного выше всего от упала, чем при обычном стандартном предложении по холодному звонку, сразу пытаемся вывалить и еще вызовем сразу сопротивление и пытаемся его отрабатывать. Иногда сопротивление почти не отрабатывает. Я помню, мы на 15% на входящих звонках, на входящих звонках на холодных подняли конверсию в продолжение диалога и где-то пациентов 5 наверное был подъем конверсии в продаже, когда вшили простенький маленький стрип. Компания принимала входящие звонки, то есть компания продает домашние аппаратики для домашней физиотерапии, то что заменяет таблетки. Рекламировались они через телевидение, то есть там короткий ролик 10 секунд и там можно сказать что-то самое главное, что от вашего остеохондроза мы поможем избавиться лучше, чем вы можете таблетки. И звонят пенсионеры с одной стороны триггер рекламный сработал, интерес есть, таблетки не работают, как это, что это за аппаратик такой, да. Но при этом подозрения огромные, то есть возражения-то не отработаны в этой рекламе, то есть он, а, опять жулики какие-нибудь обещают и наверняка надуют. Так вот, когда мы вшили вот этот скриптик, Иван Иванович, наши аппараты подходят не всем. Это в одной из первых вопросов. Есть противопоказания. Разрешите, я продиагностирую, задам несколько вопросов, чтобы понять, стоит ли вам в принципе его покупать. Полос клиента, правда, моментально менялся. Был такой холодный, холодный, такой напряженный, подозрительный, а тут был скорее немножко ошарашенный после этого. Но, то есть не всем, но давайте спрашивать. Мы, с точки зрения психологии общения, перехватывали инициативу и разворачивали ситуацию на сто восемь лет. То есть уже не мы тебе чего-то продаем. Нет, мы работаем как хороший врач, который диагностирует. И дальше была уже честная диагностика. Если клиент озвучивал какие-то свои противопоказания, ему, честно говоря, вы знаете, с, как там называется, в сердце вставляются аппаратики, а с кардиостимуляторами невозможно, не сошли. Нельзя использовать демагностную терапию. Для вас все это будет использоваться. Всего доброго, до свидания. Отправляли таких клиентов, но у остальных уровень доверия уже в дальнейшем был выше. Благодаря такому скрипту. Иногда полезнее дистанцироваться с клиентом, чем быть слишком навязчивым и сваривать свои условия. Я помню, когда в одном из региональных банков у меня случился конфликт. Ну, какой? Ну, в хорошем смысле конфликт. Не то, что в печали, нет. Меня пригласили для того, чтобы вот вы тренер, у нас будет день рождения банка на теплоходе. Проведите для нас праздник как аниматор. Я отказался. Четко, ясно. Вы знаете, я не аниматор, я тренер, я работаю с серьезными вопросами, вам лучше помогут в каких-то вещах. Я могу, но не хочу. Короче. И удивились, потому что президент банка там одновременно был замгубернатора сейчас в Госдуме в Москве заседает. То есть, ну, очень серьезный человек. Он не привык, что ему отказывают. То есть, мне сказали, потом передали, что обиделся и все такое. Но через полгода мы с ними работали уже в нормальном консалтингном проекте, в серьезном проекте по оптимизации продаж, который включал в себя и консультацию по организации департамента работы с клиентами, пол-центра. То есть, все было всерьез по-настоящему. Уровень доверия был уже совершенно другой. Иногда отказаться от не своего клиента, от своего заказа намного важнее, чем хвататься за каждого. В продажах B2B, во всяком случае. Ну, окей. Выбедитель пятый. Продолжительность воздействия. Если вы будете упорным продавцом, не только количество повторений, может, могут быть повторения через раз в полгода, там, много лет, будут забывать, ну, и продолжительность воздействия. Если вы будете аккуратно, там, один-два раза в месяц напоминать о себе, в разных поводах, ненавязчивых, то есть, не только продавать, но приносить какую-то пользу, рано или поздно вы в сознании клиента займете очень выгодное для нас место, всегда готового к сотрудничеству, здорового. А текущие поставщики рано или поздно все равно подводят. То есть, во всяком случае, в российских компаниях без сбоев работают. И именно в такой ситуации рано или поздно всплывет память в ваше имя, ваше голос, ваше внимание, ваше телевизор. Вы уже рядом. Вы уже сделали все, чтобы заработать доверие, а другим еще только придется это делать. Быстро это сделать так уж домашнее задание. Проанализируйте свой стиль работы с точки зрения применения убедителей. Что вы уже делаете хорошо, что еще нужно доделать, переделать, скорректировать. Проанализируйте свою базу клиентов, планируйте воздействие через убедителей. Проэкспериментируйте, внедрите, прекратите торопиться, делайте все аккуратно, как в старом сейчас спустимся в полома и все у нас получится. Друзья, моя обязательная программа закончена. Здесь коллеги, кто-то из участников задал вопрос, а где же техники работы с возражениями? Вот. Техники работы с возражениями. Я бы предложил вам сделать запрос на видеокурс работы с возражениями в активных продажах. Полная четырехчасовая программа. Сейчас у нас с вами была часовая презентация. В этом курсе 20 надежных современных классических и современных и тех, которые не описаны в литературе методов практики и обработки в активных продажах и в основном именно в этих видео. Хотя можно с небольшой адаптацией применять в B2C и включить приемы примеров вернее. Это 14 уроков в формате стринкаст видео. В домашнем задании каждый метод, каждый способ обработки отражения я разбираю с большим количеством примеров. Какие это примеры и приемы подходят без адаптации берете сразу. На какие это требуется адаптация возьмете и переформулируете под свой продукт свою конкурентную ситуацию. Тренируетесь на следующий урок переключаетесь уже пройдя этот и обретя какую-то работу. Кому актуально, друзья, кто еще здесь, кто еще здесь, отправьте плюсик в чате, кому хотелось бы услышать условия такого видеокурса. Павел пригласит Пробитый решение принято. Должны были? Павел? Вам кто-то это обещал? Перечитайте, пожалуйста, программу Павел и с удовольствием я вам помогу. Наверное, в формате нет пригласите для личного консультирования, разберем вашу ситуацию и найдем решение. Видите? Спасибо, очень приятно. А тут не было где-то павел, у меня есть впечатление, что вы несколько деструктивно сейчас используете этот чат, этот вебинар. Может быть, может быть, у меня есть догадка, что вы все-таки скорее всего не мой клиент официальный, а здесь мой коллег. Здесь вы тренер, как вы сказали, пускай по тризу, но, как правило, когда тренеры приходят к своему конкуренту, они не всегда помогают. Я не считаю, что я в чем программу, я не считаю, что здесь не было про B2B, про B2B, здесь было. Если вы хотите индивидуально меня, скажем так, эксплуатировать, заплатите деньги, с удовольствием я вам выставлю счет за консалтер. Всего доброго, удачи. Так, спасибо, друзья. И про специальное предложение номер один. Видеокурс работы с выражениями в активных продажах. Павла, мы прощаемся. Отключайтесь, коллеги. Уже не надо. Ничего. Так. Сюда войдет технология отработки и поиска настоящих реальных причин сопротивления, возражений, отмазок. Мы знаем, что клиент, возражая и озвучивая вслух, чаще всего произносит не самые реальные причины. Сюда войдут техники методы переубеждения. Перефразирование, уступ, гумерант, назад в будущее, ложный выбор, крюк, взгляд в прошлое, антискидка, ядерный позитив. Там будет много приемов и примеров, которые не встречаются в литературе. Хотя есть и такие, которые вы уже видели, просто там будет много перефразирований и много, скажем так, новых примеров техник. Источники этих техник, это и литература, которую я читаю регулярно, это и опыт лучших продавцов, потому что в продажах я работаю с 2005 года, поток общения очень был. Будут приемы не высосанные пальцами, сконструированные, а взятые от реальных настоящих продавцов, обобщение опыта в статусах. Ну и плюс техники переговорной Айкидон, модель Аттавик, авторская, методы спин, и реально ценностный аудит, мои собственные наработки, будет достаточно богат. Студенты говорят, что информации там богато, полезно. Стоимость этого курса по прайсу 1900 рублей в течение часа, извините меня за такую ужасную манипуляцию, категоричную ужасную манипуляцию. Если вы принимаете заказ, не принимаете, а делаете заказ в течение часа, то стоимость составит 950 рублей. Ссылку я могу вам выложить в чат. Кроме того, я участников, которые все-таки стремятся к системной работе, а не только к каким-то разовым учащим ливаням, могу пригласить в системную школу, онлайн-школу мастер активных продаж. Она будет проходить с 3 по 26 июля, не по 28, но по 26. Это 8 двухчасовых занятий, с 4 до 6 вечера по мастер. Мы выходим на связь через один из вебинарных сервисов. Особенно полезно будет для менеджеров по продаже, торговым представителям и руководителям малого бизнеса, тем, кто сами проводит домашнее задание. По сути, с учетом того, что группы я набираю небольшие, там будет максимум 6-7 человек, вы получаете практически индивидуальный консалт. Дается домашнее задание, мы разрабатываем стритты, аргументы под вас, мы разрабатываем воронки продаж вместе с вами, каждое занятие проводится в ней домашнее задание проверяется, вы их внедряете, приходите с вопросами и, соответственно, на выходе у вас уже какой-то результат. Приглашаю в эту школу программа полная, все, что требуется менеджеру по продажам P2B, будем учиться строить технологии в профилактическом стиле, как не вызвать возражения, будем учиться разогревать клиентов еще до прямого приложения, 20 способов создания доверительных отношений продажи в P2B, будем учиться использовать современные сервисы автоматизации продаж, CRM, телефонию, полктрекинг, сайты захвата контактов, интерпретации для P2B продаж, разберем ваши продажи пошагово, будем проходить, освоим технологию бронебойных холодных звонков, входящих звонков, как прекратить сливать клиентов на входящем графике, пройдем спин, маркетинговый опрос, критерийно-ценностный аудит и другие технологии на практике, и отработаем техники работы с удержанием, полностью всю программу, не только сегодняшнюю презентационную, кроме того, пройдем техники антискидки, то есть методы ценовых переговоров, как поддержать клиента на практике. Это подробная системная работа в течение месяца над вашими продажами, по сути, здесь полезно будет участвовать не только менеджеры по продажам, но и руководители и коммерческих директов в первом месте. Итак, стоимость этой программы, если оплачиваем сегодня до 18 часов по Москве, это 9900 рублей, по 31 июня, то есть начиная с сегодняшних 6 часов, это 19900 рублей, ну и с 3 июня, то есть в день начала тренинга, это 22000 рублей. Я отправляю в чат обе ссылки на онлайн-школу и видеокурс. Буду рад вашим подключениям и нам, нашим самым учетам. Высоких вам продаж, друзья, и большого удовольствия от работы. Всего вам доброго. Если есть вопросы, задавайте. Я еще 2 минуты готов с вами быть и отвечать. Официально наш вебинар закончен. Если вопросов нет, друзья, мы благодарим всем участникам за До свидания. вебинар. А так? Легко, не слышу вас. Спасибо за участие. Спасибо, Алексей. Спасибо. 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 .